Цель игры научиться искать решения, вести конструктивные переговоры, делиться опытом разрешения конфликтных ситуаций. Учащихся попросили провести собрание собственников, поделив их на две группы. Первая получила в качестве повестки дня использование придомовой территории. У второй группы другое задание. В повестке дня у вас капремонт. Вам надо обсудить, что вы хотите капремонтируйте у себя и представить протокол собрания собственников в фонд капитального ремонта, для того, чтобы при планировании работ было учтено мнение собственников. Вы должны представить протокол фонд и в администрацию. Задача игры – смоделировать и проработать острую ситуацию, которая запросто может случиться и в реальной жизни. На кону серьезная ставка – зачет или не зачет. Перед тем, как дать отчет времени – небольшой инструктаж. Здесь максимально вживайтесь в роли, которые вы видели, но уже как старшие по дому. А сейчас вы, все жители, только один единственный у нас будет все-таки как бы инициатором. Роли были распределены заранее, но о них знали только их обладатели. Остальные участники игры смогли догадаться, кому какая досталась, лишь по ходу собрания. Оно напоминало в чем-то популярную игру «Мафию», в которой до конца непонятно, кто на чьей стороне. Кто-то изображал провокатора, кто-то соседа алкоголика, кто-то дотошную бабушку, не желающую слушать никакие аргументы. Иногда поднимался такой шум, что приходилось успокаивать жильцов и по нескольку раз возвращаться к главному. Давайте мы определимся, на чем мы сегодня сконцентрируем свое внимание, что для нас сегодня является главным и приоритетным. Организаторы программы отметили, что все участники справились со своими ролями на отлично, используя в дискуссиях новые полученные знания и опираясь на жилищный кодекс. Они сейчас готовятся к выпускной работе, которая состоится у нас 31 числа, защита выпускной работы, где они готовят все акты, все документы и где будут делать каждые выводы по собственному дому и делать предложения. И эти предложения, думаю, очень полезны будут для администрации и для наших управляющих компаний. Итоговый протокол не успели составить только из-за ограниченности времени. При этом организаторы уверены, что в случае реального общения с собственниками дома протокол был бы подписан. В итоге за счеты получили все учащиеся группы. Но было решено провести еще одно занятие для укрепления знаний и навыков по решению конфликтных ситуаций и общению с трудными жителями домов. Анна Макарова, Леонид Бордин, телекомпания Одинцова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!